Уважаемые слушатели, мы продолжаем онлайн-курс «Легкий переход к применению Linux и открытого ПО». И сейчас у нас третья лекция. Возможно, предыдущие две лекции кому-то покажутся слишком простыми. Это связано с тем, что курс ориентирован на очень широкую аудиторию, в том числе на аудиторию слушателей, которые не вполне уверенно себя чувствуют, может быть, даже в операционной системе Windows, среди Windows. И вот следующие лекции будут уже, вот это и следующие лекции, они уже будут рассчитаны на то, что слушатель познакомился с материалом предыдущих двух лекций и даже попробовал что-то самостоятельно понажимать какие-то кнопочки и познакомиться с операционной системой Linux. Ну, хотя бы с ее интерфейсом, потому что предыдущие лекции были только про интерфейс Linux. И это был только один дистрибутив, который я рекомендовал для, может быть, домашнего пользования или офисного использования. Есть и другие дистрибутивы, и в ближайшее время, я надеюсь, что наша команда соберется и сделает еще более расширенный курс по применению Linux. И там будут представлены и другие дистрибутивы, в том числе отечественные дистрибутивы, с которыми нужно будет познакомиться для того, чтобы использовать их в работе. И я надеюсь, что этот курс будет хотя бы 72 часа, а может быть и больше. В общем, следите за информацией и записывайтесь по возможности, если хотите продолжать в этом направлении развиваться. Ну, а сейчас мы переходим к лекции номер 3, которая называется «Работа с файлами». Вообще, вот как написано на этом слайде, общий смысл файлов в системе Microsoft, Windows и в Unix-подобных операционных системах отличается. Вот Linux – это Unix-подобная система, и в ней смысл файлов немного отличается от того, к чему мы привыкли в операционной системе MS Windows. Но есть и много общего. И современные дистрибутивы, по крайней мере, пользовательский интерфейс, выдерживают в таких же рамках, в таком же ключе, как и чтобы пользователю было удобно, чтобы пользователь не чувствовал дискомфорта. Разница от того, какой операционной системой он будет пользоваться – Windows или Linux. И поэтому в Linux, по крайней мере, в графической оболочке, которую мы рассматривали на предыдущих лекциях и дальше будем рассматривать, в Linux можно работать с файлами и каталогами, почти так же, как в Windows, с незначительными отличиями, о которых мы поговорим. Но вообще, просто для информации, для расширения кругозора, файлы можно разделить на условные, очень условные. Как вся классификация – это условная классификация. Можно разделить на три типа. Это пользовательские файлы – это двоичные текстовые файлы, пользовательские документы или какие-то тексты. Также можно выделить каталоги. В Linux это тоже файлы. А вот каталог – это тоже файл. Ну, еще это называют директории или папки. Слово «папка» – оно, скорее, из мира Windows пришло. Но мы с вами, по-моему, видели на предыдущих лекциях, что в интерфейсе встречается слово «папка». Это прямо лексикон Windows. А вообще, каталог или директория, ну, или «папка» – так мы будем называть. В Linux это тоже все представлено файлами. И, ну, вот просто, чтобы сейчас не углубляться, да, специальные файлы, назовем их специальные файлы. В Linux все остальное тоже представлено файлами. Например, вот устройство, да, скажем, вот накопители системы – это файлы. Ну, и много чего еще представлено файлами. Об этом, наверное, сейчас мы говорить не будем, потому что это углубленное, уже для углубленного изучения. Поговорим о том, с чем обычно встречаются пользователи. Итак, мы понимаем, что с точки зрения пользователя вот файлы содержатся в директории. Пользовательские файлы содержатся в директориях. Это привычный нам способ группирования файлов. Он знаком нам и пользователям Windows тоже. Это удобно. Мы можем соответствующие директории именовать какими-то знакомыми нам словами удобными и складывать в них, размещать в них какие-то файлы. Вот здесь, на этом слайде, представлена, так называемая, домашняя папка пользователя user. Значит, вы помните, что при установке операционной системы нужно было ввести имя пользователя. И вот в Linux у каждого пользователя есть своя домашняя папка. Потому что Linux – это многопользовательская система. Она наследует Unix. Unix – это многопользовательская система. Изначально они задумывались как многопользовательские. И поэтому в них домашние папки пользователей заводятся под каждого пользователя. Соответственно, когда вы являетесь пользователем, у вас есть своя домашняя папка. Ну и, кстати, обратите внимание, здесь наполнение этой домашней папки очень напоминает Windows. Windows – здесь все вам должно быть знакомо. Компьютер – это как Windows, по-моему, там «Мой компьютер», по-моему, он называется, да? Домашняя папка – это вот там рабочий стол, рабочий стол известный, да? Документы, мои документы, там они, по-моему, называются, да? Загрузки и несколько директорий для медиа, различных там, музыки, изображения. Вот это все пользовательские файлы. Корзина. Конечно, есть еще корзина. Ну и вообще в интерфейсе может быть много чего еще. Посмотрите потом это сами. Вообще, с точки зрения пользователя, работа с файлами в Linux сейчас очень сильно упрощена. И вот если вы используете этот графический интерфейс с рабочим столом, ярлыками на этом рабочем столе, окошечками, вы по большому счету разницы с Windows не заметите. Вы легко можете работать, как бы вы работали в Windows. То есть есть файл, да? Есть какое-то расширение файла, имя файла, расширение файла и какое-то приложение, которое может его открыть или как-то обработать. Но вообще в Linux это немножечко по-другому работает. Я потом, чуть позже это покажу, в следующих лекциях. Дело в том, что расширение здесь не играет такой роли, как в Windows. Расширение файла, да? Название имя файла .txt. То, что написано .txt для Linux не имеет большого значения, не имеет такого значения, как для Windows. Для Windows .txt означает, что его нужно открыть текстовым редактором. В Linux не совсем так, хотя это тоже есть, это тоже присутствует. Linux узнает о содержимом файла, заглянув внутрь. Для удобства мы можем использовать, и так и происходит, используется расширение файлов, напоминающий нам о Windows. Скажем, для текстовых документов это .txt, для документов... Общее расширение для документов LibreOffice это .odf, но для текстовых это .odt, там .odp для презентации и так далее. Вот остальные расширения, ну, такие же тоже, как в Windows. Архивы это, например, zip или tar. В Windows, по-моему, нет архива типа tar. По крайней мере, он... Вернее, может быть, он и есть, но не используется так широко, как в Linux. Вот, zip, знакомое всем это расширение. Значит, приложение, которое его откроет, это, очевидно, менеджер архивов. Ну, ARC, это вот тоже менеджер архивов, какой-то другой архиватор, да. Значит, офисные приложения откроет LibreOffice, ну, и другие документы можно посмотреть, например, xReader. Это обычная пользовательская работа. Открыть документ, открыть какой-то файл, ознакомиться с его содержимым, может быть, отредактировать его, каким-то образом поменять содержимое и сохранить. Здесь работа с файлами ничем не отличается. Но есть и некоторые отличия. Когда вы начнете изучать, как устроено дерево каталогов, вы обнаружите, что, в отличие от Windows, здесь нет указания на диск, имя диска. Вот, в Windows путь к файлу или к какому-то каталогу начинается от имени диска. C, например, диск C, да, или диск D, и так далее. В Linux путь начинается от каталога, который обозначается слэш. Называется, это называется root, ну, изображение у него слэш, такая косая черта, вот как в заголовке слайда, да, вот в кавычке взят, вот это называется слэш. И вот от этого слэша, это называется root, да, от этой точки вся файловая система, все дерево каталогов происходит. Ну, основной этих каталогов файловой системы Linux. Значит, вы можете это увидеть, если вы откроете файл менеджер, и, значит, там вот, вот как здесь на слайде файловая система называется, имеется в виду, что это root файл систем, ну, или корневая файловая система, если перевести слово root, root это корень, да, по-русски. Вот, если иногда говорят корневая файл, корневая точка, да, корень всего вот этих всех каталогов, по-разному говорят. Ну, наверное, терминология, очевидно, что терминология соответствует тому, что есть, и вот мы это можем видеть в графическом интерфейсе. Значит, когда мы посмотрим, здесь есть много-много-много-много-много всяких директорий. От корня начинается много-много-много всяких директорий. Эти директории имеют определенное значение. Большинство из них стандартные. И названия у них стандартные, и смысл у них стандартный. Сейчас поговорим о некоторых из них. Когда вы используете операционную систему Windows, вы можете открыть какой-нибудь каталог, создать в нем еще какой-нибудь каталог, создать в нем какие-то файлы, и, по большому счету, каталоги эти равноправны. За исключением, ну, единичных, может быть, служебных каталогов, и бывает, которым даже доступ закрыт. Большинство каталогов там в этом смысле равноправны. Вы, как пользователь системы, можете это делать, как вам заблагорассудится. В Linux это не совсем так, может быть, даже совсем не так, потому что есть директории, у которых есть свое назначение. И, ну, в принципе, можно, конечно, использовать директорию не по назначению, но в некоторых случаях система этого просто не позволит вам. Даже если все-таки это сделать, то это будет не совсем правильно, самим потом будет неудобно искать то, что, ну, какие-то ваши файлы или установленные программы. И поэтому лучше пользоваться той структурой, которая уже давно устоялась, она удобная, она понятная. Сейчас поговорим о ней более подробно. Вот давайте посмотрим, что у нас есть на этом слайде. На этом слайде полдюжины каталогов, их на самом деле больше, но для первого знакомства достаточно вот этих, чтобы просто понимать, что есть и пользовательские каталоги, и служебные каталоги. С остальными каталогами мы познакомимся, может быть, в каком-нибудь при более подходящем случае. А сейчас достаточно вот этих. Допустим, мы начнем сейчас с каталога Home. Хотя, в принципе, можно начинать с любого из них. Каталог Home. Что это такое? Вообще, каталог Home – это служебный каталог. Когда мы видим домашняя павка пользователя, она будет находиться здесь. Home – это дом по-русски. Значит, вот внутри этой павки располагаются домашние каталоги пользователей системы. Сколько их там будет заведено, столько и будет там каталогов. И каждый пользователь работает в своем домашнем каталоге. Система позволяет ему работать в своем домашнем каталоге. В чужом каталоге работать не получится. Ну, может быть, только прочитать оттуда что-то, считать оттуда какие-то файлы, каким-то образом их исправить или создать там какие-то другие файлы. система так просто не позволит за исключением может быть ну вот на секундочку каталога тмп там можно потому что это каталог для временных файлов значит так вот у каждого пользователя есть свой каталог и когда мы с вами вот только что на слайде видели домашний это вот вот это каталог который вот здесь находится внутри и когда вы начинаете работу с системой вы оказывается этом каталоге но есть отдельный пользователь системе специальный пользователь его имя root и пользователя root есть свой собственный каталог root это вот домашний каталог root это домашний каталог пользователя root то есть домашние каталоги называется имена и пользователей темпы это по английски temporary то есть временные файлы сюда может система сама создавать какие-то временные файлы программы приложения могут создавать какие-то временные файлы пользователи могут создавать какие-то временные файлы. Временные это значит через какое-то время они будут удалены. При перезагрузке системы они удаляются. Можно конечно саму удалить сразу, но при перезагрузке они удаляются. Вот это временные файлы. Служебный каталог BOOT это каталог, который содержит различные файлы, необходимые для загрузки системы. Разумеется, неопытному пользователю в этом каталоге лучше ничего не менять. И не трогать. Опытный пользователь может какую-то информацию для себя извлечь. В каталоге BOOT относительно загрузки системы. Сейчас не буду просто усложнять рассказ, хотя можно было привести пример, но пожалуй это будет избыточным. Вот интересный каталог BOOT. Очевидно это сокращение от юзера, то есть пользователей. Каталог юзер содержит пользовательские программы. Есть еще каталог, который содержит служебные программы операционной системы Linux. Ну и еще там ряд служебных каталогов. Вот каталог юзер содержит пользовательские программы. Вы что-то устанавливаете, например, или конфигурируете, да, это вот изменения отражаются вот здесь в юзер. И, наконец, еще один интересный каталог ETC, это CETA и так далее. И сокращение от и так далее. Здесь все-все-все, что необходимо для работы системных программ и не только системных, но и пользователей. Может быть даже, в общем, для различных утилит, для, как правило, специализированного программного обеспечения, здесь могут содержаться конфигурационные файлы, при помощи которых это программное обеспечение настраивается. Каталог служебный, но, в принципе, в нем можно тоже при желании вы можете в него заглянуть, посмотреть, что в нем есть. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. Ну и, конечно, основной вопрос, как создавать-то файлы. Тривиально они создаются точно так же, как и Windows. Здесь вы точно разницы, наверное, не заметите, за исключением некоторых моментов, о которых поговорим прямо уже на следующих слайдах. Сейчас вы понимаете, что вот если вы работаете, да, мы уже говорили, что, во-первых, вы их создаете в своей папке пользователя, пользователь, который сейчас работает в системе, вот в этой папке вы создаете в домашнем каталоге пользователя. И вы можете, например, открыть какой-нибудь редактор, программу редактора, ну, я не знаю, LibreOffice что-нибудь, там, Rail или Calc, или что-то еще из пакета LibreOffice, любую программу из LibreOffice, и нажать файл «Сохранить», «Сохранить как», выбрать формат, значит, так вы создаете документ, ну, очевидно, да, тривиально. А также правой кнопкой мыши, находясь в графическом, это когда вы в графическом интерфейсе, да, и вы можете кнопкой мыши открыть вот такое меню, создать папку, создать документ. Ну, это все выглядит в точности, как мы привыкли в операционной системе Windows, да, тут вы не заметите никакой разницы, и это будет для вас очень легко. Как я уже говорил в начале этого курса, интерфейс, ну, почти полностью совпадает. Пользовательский интерфейс очень похож на интерфейс Windows, и это существенно облегчает работу. Ну, и главное, что нам сейчас нужно с вами понимать, что все-таки есть некоторые отличия от привычного нам порядка работы с файлами, привычного для пользователей Windows порядка работы с файлами. О чем я хочу вам сказать, это так называемые права доступа к файлам. Ну, вот не хочется очень сильно загружать слушателей, да, допустим, это может не понадобится кому-то из вас, а может быть сразу понадобится, поэтому я постараюсь сказать очень коротко. Есть три вида доступа и есть три категории пользователей. Все просто. Какие бывают категории пользователей? Давайте с этого начнем. Есть категория пользователя владельца файла, вот тот, кто его, например, создал, кто называется владельцем этого файла. Есть еще некая группа пользователей, которая тоже может иметь какие-то права и все остальные. Вот все остальные, например, другие пользователи. Ну, нас это все сейчас не очень волнует. Нас интересует, скажем, владелец. Пользователь системы будет владельцем для своих файлов, например. Ну, как я пытаюсь просто очень максимально упростить изложение, чтобы не запутаться. Поэтому вот оставим пока только одно. Это владелец, да. Вот здесь нас указано владелец, пользователь. Вот name — это не просто слово абстрактное name, это имя пользователя. В данном случае просто при установке операционной системы имя пользователя было задано вот так абстрактно name. Вот здесь, если вы зададите другое имя, да, когда при установке у вас здесь будет, ну, соответственно, то имя, которое вы зададите. Теперь, что вообще может владелец файла? Он может этот файл открывать для чтения, да, то есть он может его прочитать его содержимое, ознакомить с содержимым. Еще один вариант доступа — это как-то менять содержимое, да, то есть редактировать файл или записывать его. И третий вид доступа — это запускать его на выполнение. То есть если это программа, если это файл исполняемый, его можно запустить на выполнение. Ну, или нельзя, соответственно, если такого права нет. То есть пользователь может либо прочитать файл, либо как-то поменять его содержимое, либо запустить на выполнение, если это исполняемый файл. Вот три варианта доступа, которые нас сейчас могут интересовать. На данном слайде показаны права доступа для простого пользователя в системе с именем name и его домашней папки. Что он в своей домашней папке может делать? Например, создавать и удалять файлы. А другим пользователям доступ к этим файлам вообще ограничен. Нет доступа внизу. Видно, это для других. Само внизу доступ к папке, доступ к файлам его вообще нет. Просто запрещено. Может быть графический интерфейс. Мне вообще не очень нравится, как это выглядит в графическом интерфейсе. Я вам потом покажу, как это выглядит в интерфейсе командной строки. На мой взгляд, это гораздо понятнее и лучше интерпретируется. Как посмотреть права доступа? Очень просто щелчком правой кнопки мыши на соответствующем элементе, на файле или на каталоге. Вот это каталог user. А вот, допустим, тот же самый пользователь с именем name, пользователь в системе, хочет посмотреть права доступа. Вот это его домашняя папка, домашний каталог. А вот он хочет посмотреть домашний каталог пользователя root. Что он увидит? Он увидит, что здесь ему и доступ к папке запрещен. Потому что это совершенно другой пользователь. Это пользователь root. Я вам говорил, да, во-первых, это вообще особый пользователь в системе. Но в данном случае важно, что он просто другой. Еще раз, я стараюсь очень упростить это изложение и при этом не запутать слушателей. Поэтому, значит, я думаю, вот сейчас можно на этом остановиться. Значит, мы просто должны понять, что есть права, есть разграничение прав доступа из-за того, что это многопользовательская система. И с самого начала она была задумана, как многопользовательская система. Есть разграничение прав доступа. И права на доступ можно посмотреть, нажав правую клавишу мыши, разместив указатель на соответствующем герлочке, на файле или на каталоге. И, значит, там будет показано, какие есть права, выбрать права и посмотреть, какие установлены права для данного пользователя в отношении данного файла или каталога. Ну и, конечно, невозможно было бы сделать какой-то обучающий курс, не упомянув еще два важных момента, касающихся Linux. Но это уже более продвинутые сведения о операционной системе. Возможно, начинающим пользователям это не нужно. И, может быть, это и не пригодится для того, чтобы работать с файлами. Как, кстати, и среди Windows сейчас, может быть, многим не нужно это знать. Но вообще, по-хорошему, просто для кругозора, это знать необходимо. В конце концов, мы все-таки в университете сейчас. И, значит, правила университетского образования предполагают, что все-таки нужно упомянуть такие важные разделы, которые значительно влияют на функционирование операционной системы. Итак, что вообще такое файловая система Linux? Ну, здесь какое-то определение дано, достаточно абстрактное на слайде. Это способ упорядочения файлов. Способ представления их в самой системе. Ну, а то, что видит пользователь, это только интерфейс, да, это отображение того, что хранится в системе. Система видит это немножечко по-другому. Ну, чтобы слишком не заглубляться в этот раздел, значит, это можно все на самостоятельную проработку оставить. Потому что я понимаю, что есть пользователи, которым сейчас станет очень скучно. Если начать рассказывать об этом очень подробно, значит, нам достаточно для начального уровня понимать, что вот есть файловые системы общего назначения и служебные. Такая очень простая классификация всего на две части, значит. Системы общего назначения – это такие файловые системы, которые вы можете встретить, ну, скажем, если вы, вот, Windows, когда вы работали, допустим, с дисками, да, с накопителями такими. И здесь тоже. То есть, если у вас есть накопитель, если вы, кстати, некоторые дистрибутивы при установке могут спросить, какой тип файловые системы нужен для функционирования того или иного компонента лином. Да, это может быть разные разделы на диске, да, какие-то там партиции. Вот в эти партиции могут быть установлены разные файловые системы. Ну, сейчас это не нужно, просто мы запомним, что вот есть пользовательские файловые системы общего назначения EXT. Есть система EXT, это журналируемая файловая система, целосемейство EXT 2, 3, 4, да, это журналируемая файловая система, такая известная среди Linux, XFS и другие. Ну, вот обычно файловая система, кстати, с буквами FS на конце обозначается файл-систем, да, FS – это файл-систем, сокращение. Вот, и если вы встретите это, ну, вот, знаете, что если вам нужно разметить диск, например, то вы можете использовать там EXT 4 или XFS, если вдруг такая задача вам встретится, когда вы будете практиковаться. Ну, и также в Linux есть служебные файловые системы, они необходимы для функционирования самой этой системы. Есть сетевые файловые системы, например, ну, есть службы, предоставляющие функциональность сетевой файловой системы, например, NFS, да, и вы можете из среды Windows подключаться к файловой системе в Linux, ну, например, да, или из Linux в Linux – это не принципиально. Но тут главный вопрос будет в том, что значит подключаться, да, вот об этом на следующем слайде. Сейчас мы просто запомним, что вот есть такие файловые системы, этого достаточно. И чтобы завершить в данном курсе изложение материала, касающегося файлов, нам обязательно нужно, и файловых систем, нам обязательно нужно разобраться, ну, хотя бы поверхностно, с термином монтирования файловой системы. Монтирование – это, конечно, сленг, это Aflomount, да, ну, мы говорим, можно говорить подключение, но обычно используют, ну, это профессионализм среди пользователей компьютеров под управлением операционной системы Linux. Это общепринято, да, это монтировать, смонтировать систему, да, это значит подключить файловую систему куда-то. А вот куда? Значит, для этого существует так называемая точка монтирования, то есть выделяется некий объект, который называется точка монтирования. Для пользователя это выглядит просто как каталог в системе, в дереве каталогов. То есть есть какой-то каталог, слэш, и дальше его название, да, и вот это, ну, или более глубокий там уровень слэш названия, слэш названия, слэш названия, и вот это вот называется точкой монтирования. Вот туда подключается некоторая файловая система. Например, мы с вами видели корневую файловую систему root, да, вы в любой момент можете посмотреть ее, достаточно посмотреть каталог слэш, да, вот этот каталог root в любом файловом менеджере. Это корневая файловая система, она зовут файл-систом. Так вот, эта файловая система смонтирована или подключена в каталог слэш. И когда вы видите дерево каталогов, начинающиеся из этого слэша, вы понимаете, что в этот слэш, эта точка монтирована, туда смонтирована файловая система. Есть и другие, конечно, файловые системы, они тоже смонтированы в какие-то определенные точки. Более того, вы сами, как пользователи, при необходимости можете выполнить такую процедуру. Но это уже процедура, она скорее для администраторов, чем для простых пользователей. Потому что здесь вот мы ее не будем рассматривать в этом курсе. Почему? Я объясню, потому что для простого пользователя она как бы скрыта. Она происходит, но ее не видно. И она автоматизирована. И операционная система как бы делает ее сама за вас. То есть, если, скажем, пользователь подключает флеш-накопитель, например, или CD-ROM, то система может автоматически это сделать, и пользователь не заметит. Он просто увидит, что у него в системе появился флеш-накопитель, или CD-ROM, или еще один жесткий диск. А система, операционная система Linux, сделала монтирование. Она подключила этот носитель в какую-то, смонтировала файловую систему, которая на этом носителе находится, в некоторую точку. Очень много умных и сложных слов для первого знакомства. Но они необходимы, потому что если вы читаете самостоятельно какую-то литературу по Linux, или смотрите какие-то видеоролики в YouTube, или еще в каких-то там системах, или просто общаетесь на каких-то площадках для пользователей, то вы неизбежно будете с этой терминологией встречаться, и вам нужно понимать, о чем идет речь, и что там на самом деле происходит. Но в обычной, простой работе вы этого можете даже не заметить. Как этого не было, скажем, в операционной системе Windows для вас, так этого нет и в Linux. Можно об этом не думать. Ну и я предлагаю на этом, в части файлов в Linux остановиться, и перейти, может быть, к самостоятельному изучению, к какой-то практике. Я очень рекомендую вам попрактиковаться. Просто хотя бы по каталогам походить, посмотреть по имеющимся в системе, посоздавать каталоги, может быть, какие-то файлы посоздавать в редакторах, попробовать открыть их разными приложениями, и убедиться, что все это очень просто. Напоминаю, что вообще современные системы, ориентированные на подключение к интернету, и не забывайте, что, особенно если у вас установлено это среди виртуальной машины, как гостевая операционная система, возможно, там понадобится подключение каких-то дополнительных файлов, в зависимости от ситуации, от того, что вы делаете. Не забывайте о том, что очень желательно, чтобы было подключение к интернету. Но это не является обязательным для знакомства. Но если вы хотите что-то устанавливать, какие-то новые приложения дополнительные, или, может быть, еще для каких-то целей вам это понадобится, не забывайте, что необходимо, чтобы было интернет-подключение. На этом, пожалуй, все.